Дорогие друзья, всем привет! Снова Артем, снова Алексей, снова All Time на Трубной. И сегодня мы пришли, чтобы поговорить. Вообще, должны были мы, я думаю, сегодня быть в шляпах, с сигарами, да? Вот сигары, да. Какими-то карибскими инструментами. Почему? Ром. Ром, да. Шарка-рома. Ром, да. Ну, ром как будто бы у нас где-то он там за кадром, но почему? Потому что мы сегодня будем говорить про крутейшую марку, очень атмосферную, очень интересную. Я думаю, что, надеюсь, что вы с ней не знакомы и теперь влюбитесь к концу обзора в нее, которая называется Куэрла Сабридоса. Очень интересная марка. Что самое интересное в ней? Почему все эти шуточки про шляпы и сигары? Она появилась, она появилась недавно, ну, относительно, так скажем, по меркам традиционного часового дела, 1997 год. Вот. Но, тем не менее, это марка с солидной давней историей. Началась история Куэрва Сабринос в Старой Гаване в конце 19 века, когда этот важный портовый город блистал элегантностью, шиком и умением искренне наслаждаться жизнью. Первый магазин часов Куэрва Сабринос был открыт в центре крупного и шумного портового города, а именно в 1882 году Сан-Рафаэль Авеню открывается первое семейное ателье марки. Изначально бизнес был основан дядей Рамоном, но Армандо Рио Куэрва, начиная с 1900 года, со своими братьями усердно трудились, дабы ювелирный и часовой бизнес процветал и расширялся. Так и появилось название фирмы Куэрва Сабринос, что дословно трактуется как «Куэрва и племянники». Фамильное имя принесло компании большой успех, а преданность, талант, трудолюбие и самоотдача членов семьи способствовала неизменному росту популярности. Сюда заглядывали американские торговцы, дэнди и представители золотой молодежи, писатели, политики. Бутик на 5-й авене Дегаванны в разное время посещали Альберт Эйнштейн, Уинстон Черчилль, Эрнест Хемингуэй, Кларк Гейбл, Пабло Неруда. В 1901 году фирма не только сумела сформировать свой неповторимый стиль, но и внесла значимый вклад в развитие часовой индустрии в целом. Имя Куэрва Сабринос стало настолько почитаемым среди часовых мастеров, что многие бренды на своих произведениях выгравировали фирменный логотип марки. К 1920 году расширяется торговая сеть. Репутация бренда крепла, а слава о нем быстро разрасталась по всему миру, его магазины появились в Германии, Париже и, конечно же, Швейцарии, в самом сердце часового производства Шодефон. К 1940 году Куэрва Сабринос становится одной из самых знаковых фигур Северной и Южной Америки, а также безусловным лидером в мировом производстве. Конец 50-х годов был далеко не лучшим для компании. Политические события, революция и прочие нестабильности неблагоприятно отразились на деятельности и развитии. Следующие 40 лет оказались периодом застоя и бездействия. Новая страница в истории марки начинается только в 2002 году. Президентом становится господин Марзио Вилла, который дает бренду вторую жизнь и размещает производственные мощности на европейской территории. На всемирно известной выставке в Базель Ворлд Куэрва Сабринос демонстрирует полноценную линейку в 2003 году. В то же время марка получает премию Latino International Award за передовые достижения в часовой индустрии и за использование латинской символики в часовых механизмах. В 2005 году проходит презентация эксклюзивного хронометра CYS 2450. К 2006 году бренд становится официальным спонсором Tour de Spain, чем чрезвычайно гордится. Данное мероприятие проводится ежегодно на протяжении длительного времени и весьма почитается коллекционерами и почитателями автомобилей. 2009 год ознаменовался возвращением на родину в Гаванну с открытием музея истории и творчества. Там же располагается магазин, действующий с 1880 года. Событие было поистине знаковым для марки, ведь она является первым производителем престижного сегмента, который начал свой путь на Кубе. Бутик The Watch Cuervo Sabrinos расположен в историческом центре столицы. В торговом зале размещены великолепные часовые механизмы и письменные принадлежности, музей антиквариата и превосходный изысканный бар. Прекрасная атмосфера Art Deco с роскошными предметами старины, безусловно, понравится ценителям искусства. В 2012 году марка Cuervo Sabrinos празднует свой 130-летний юбилей, в честь которого проходит гонка на автомобилях. В последующие годы бренд активно спонсирует различные мероприятия. В 2017 году проходит пышное торжество по поводу 135-го дня рождения бренда. Это не ракета кубинского пошиба. Абсолютно. Это совершенно солидный, стопроцентный швейцарский бренд. Вот на циферблате написано SwissMate. Если что, то в Швейцарии за неавторизованное использование вот этой вот напечатки на циферблате можно получить по ушам. Не знаю, посесть в тюрьму, но по крайней мере заплатишь немало. Так вот, SwissMate, швейцарские часы. С чем это связано? Ну, понятно, что куба и часовое производство это где-то совсем не рядом. Это далеко. Поэтому, естественно, господин Cuervo в те самые годы, почти 140 лет назад, он, естественно, приобретал часы, чтобы продавать их в Гаване где-то там. Ну, например, в Соединенные Штаты, например, в Швейцарии тогда производила очень много часов. Вот. И, в общем-то, вполне возможно, мы бы и не знали этот бренд, мы бы не были, так сказать, сейчас и не сидели бы здесь в этом магазине на Трубной, обсуждая, что же такое Cuervo и Sabrinos. Кстати, Cuervo и Sabrinos это, значит, господин Cuervo и племянники. Ну, нормально, как там и сын и так далее. Если бы этого всего бы не было, если бы не было такого вот понятия, так скажем, такого периода в жизни Кубы, который был связан с тем, что в какой-то момент, ну, где-то в 20-е, 30-е годы включилась Dolce Vita и на Кубу стали, ну, понятно, что в основном американцы приезжать отдыхать, тратить свои деньги на ром, на сигары, ну и все прочие удовольствия. Ну, а когда ты отдыхаешь, солнце, юг, жарко, тебе хочется еще что-то себе сделать приятное, ты заходишь в часовой магазин и покупаешь себе прекрасные часы. И, в общем-то, тогда, примерно тогда был золотой век именно вот у этого бренда, как у часового бизнеса, как у торгового часового бизнеса. Тогда было принято, при вот таких вот взаимодействий швейцарских часовых брендов вот с такими заморскими территориями, очень часто часы делались по заказу вот этого магазина, который продавал, в конце концов, часы. Вот сейчас трудно себе представить, чтобы фирма Rolex, продавая где-то там, мы не знаем где, часы Rolex, ну, например, в России, чтобы она их продавала под брендом, ну, каким-нибудь там, Василий Иванов и сыновья, или племянник. Ну, был Мозор, который продал здесь часы под Мозор, ну, с русским написанием. Нет, нет, это было русское написание, это немножко другое. А, ну, сейчас сборка все-таки была в России. Но Василий Иванов и сыновья и племянники не было написано на часах Мозора. Хотя были часовые магазины, например, Буре. Буре, да. Который ставил. Но, окей, это другое. Но, тем не менее, часы Rolex, я не зря назвал эту марку, и она на меня не обидится, потому что часы Rolex в Гаване, в магазине Куэрва Сабринос продавались, и образцы часов, на которых написано Rolex, и внизу Куэрва и Сабринос, они есть. Можно походить по аукционам, по архивам, поискать, найдутся. Найдутся Патеки, Филиппы, такие же. Найдутся Ланжины, найдутся еще другие бренды, где будет стоять на часах обозначенный Куэрва и Сабринос. Поэтому у определенной части людей, которые, в общем-то, интересуется история часового дела, вот этот бренд, он как-то там, он присутствует. Хотя он непосредственно не делал фабрик, не делал там каких-то изобретений. Тогда, в 1920-е, 1930-е годы, он остался, ну, так скажем, в аналах этот бренд остался. Как грамотный маркетолог, а не часовщик, скажем так. Абсолютно, да. Был такой грамотный маркетолог, господин Марцио Вилла, который в 1997 году, а тогда начинался бум, ну, или, можно сказать, сейчас уже, он был, в общем-то, в разгаре, бум швейцарской часовой индустрии, когда она очень динамично развивалась, после того, после кризиса 70-х, начала 80-х, очень динамично развивалась. И, в принципе, я помню тогда ситуацию с часовыми магазинами. Все они искали, все они стремились найти какой-то швейцарский бренд, который еще не замыленный, которого нет у других, получить эксклюзивные права и продавать просто его здесь, в России, развивать, так сказать, вот такое уникальное предложение, уникальный дизайн. И господин Вилла как-то там, он наткнулся вот на эту историю. И он решил просто переучредить этот бренд заново. Поэтому 140 лет бренду, который был основан в 1882 году, вот сейчас нам светит, в следующем году. И при этом это будет 25 лет бренда Querway Sabrinos, уже, ну, так сказать, его современном воплощении. Поэтому, ну, в общем-то, и та, и другая дата, они достаточно солидные. И, в общем-то, они еще, я надеюсь, они поднимут дальше интерес к этому бренду. Мы перейдем к тому, какие же эти часы. И господин Вилла, как грамотный маркетолог, он просто придумал такую штуку. Если есть вот эта вот история, связанная с Кубой, с этим прекрасным летним отдыхом морским, с этими сигарами, с этим ромом. И он решил поставить именно вот на вот эту вот гламурную вот такую вот жизнь, такую блестящую, такую вот южную, страстную. Поэтому все его часы именно такие. Они гламурные. Вот мы видим вот в руках у нас часы. Корпус блестящий, полированный. На циферблате тоже много всяких деталей, которые тоже полированы, которые блеск, гламур, все вот это вот воплощают вот именно эту идею. На циферблате обязательно оформление циферблата. Оно имеет такие интересные цветовые акценты, разные. Которые также тут нет, в общем-то, практически нет монохромных моделей в коллекцию фирмы. Всегда что-нибудь такое яркое, эффектное. Вот эти часы, это Historiador. Это одна из таких новинок коллекции. Часы ультратонкие. Здесь механизм с ручным заводом. Вот сейчас я его покажу с оборота. Это Pizzo 7001. Один из самых тонких, ну так скажем, доступных в открытой продаже часовых механизмов. Он позволяет делать такие примечательно тонкие часы. Вот я сейчас покажу в профиль. Вы видите, насколько эти часы тонкие, насколько они элегантные. Вот эти часы, которые вот у меня в руках, они еще на непростом браслете. Ну, можно назвать его простым. Он стальный браслет. Такой тип браслета называется тропическим. Его придумали как раз, в общем-то, для часов, продающихся где-то там на югах. Жарко, руки потеют. И, в общем-то, если браслет составлен из таких широких плоских звеньев, под этими звеньями просто руке будет не очень комфортно. И поэтому для такого рода продукции, для вот этих регионов, придумали тропические браслеты, составленные из вот таких вот очень маленьких звеньев. Ну, просто-напросто, он, так скажем, немножко более проветриваемый, чем классические браслеты. Вот. То, что у тебя в руках, это такая реализация идеи наручного хронографа. Мы не забываем, что Куэрва и Сабринос в 20-е и 30-е работала с компаниями Патек Филипп, Ланжин, Роликс. Все они производили хронографы, поэтому хронографы и Куэрва и Сабринос – это что-то, ну, в общем-то, вполне разумная история. И здесь мы видим, как, в общем-то, господа из Куэрва и Сабринос, дизайнеры из Куэрва и Сабринос, они, в общем-то, смогли найти свое собственное прочтение темы хронографа. Меня вот конкретно здесь больше всего нравится вот эта вот центральная секундная стрелка хронографа с таким гигантским, так скажем, треугольным наконечником. Вот, он просто, он пустой, он прозрачный, это очень дизайнерский и технический, это, в общем-то, классно. А получается, что не зря мне эти вот ушки напоминают корн-де-важ, да, великих марок? Ну, вполне возможно, они торговали и в Ашеронном, почему нет? Ну, на самом деле, это следы… Ну, это как бы, да, это все-таки следы больше времени, чем в конкретной марке. Это следы 1950-х, когда все любили круглые часы, а круглые часы их очень трудно сделать разными. Ну, чтобы вот ты делаешь, чтобы твоя продукция отличалась от продукции другого бренда. И все в 1950-е принялись изобретать ушки. И, в общем-то, вот это, я так думаю, для Куэрва и Сабринос, как для торгового бизнеса, 1950-е, послевоенные годы, когда пошло новое богатство, это был, ну, такой пик развития этого бренда. Все кончилось в 1958 году, когда замечательный, прекрасный, блистательный товарищ Кастро пришел к власти. И все это прекраснейшим образом закрылось. Веяние последних времен – это такие часы милитаристого стиля, которым, в общем-то, никогда не были свойственны коллекции, ну, вот, современного бренда Куэрва и Сабринос, но такой вот винтажный. Почему все делают винтажных дайверов, винтажных авиаторов? Почему Куэрва и Сабринос? Бренд, который, ну, в общем-то, был построен на каком-то винтажном, таком своеобразном, конечно, прочтении этого стиля, но, тем не менее, это винтаж, безусловно. Почему нет? И, в общем-то, они умудрились отыскать и здесь возможность сделать это на свой, в общем-то, лад. То есть, в общем-то, вы видите такой темно-зеленый цвета хаки циферблат, хорошие, очень красивые стрелки скелетные авиаторского стиля. Стальной корпус вот с таким вот, с такой матовой отделкой, как будто, ну, где-то эти часы, как антикитера, какое-то время лежали на дне океана, их там погоняли волны, поистерли о песок, и вот они, вот такие вот они. И достали сам пару месяцев, да? Это моя личная интерпретация, не знаю, насколько она понравится маркетологам фирмы. И это, кстати, очень интересная застежка, вот такая вылепленная, скульптурная, такая очень эффектная, тут можно просто любоваться одной этой застежкой. Задняя крышка посвящена именно историческому перелету 2013 года. Это, судя по карте, которая изображена на задней крышке, это было между Кубой и одним из островов Карибского бассейна. Очень много деталей, да, то есть какие стрелки, шрифта, часовых меток, сама даже дата, да, такая вот необычная такой форма. Да, окошко даты, конечно, уникальное. И все интересно, конечно, я думаю, что один из плюсов вообще в целом марки, это такие вот какие-то особые нотки, которые создают какой-то свой колорит. Абсолютно. Ну вот, вот эта вот модель с функцией индикации поясного времени. Здесь вот центральное кольцо циферблата, которое вращается с 24-часовой шкалой, показывает, соответственно, время где-то там, например, в Магаване, почему бы нет. Ну вот то же самое, здесь рельефный циферблат, он декорирован, тут видно, что в центральной зоне циферблата это один декор, внешняя зона циферблата по-другому сделана. Вот обязательно вот этот вот барочный такой геральдический щит, эмблема бренда, она изображена, вот она поставлена около 12-часового маркера. Ну, в общем, такая очень даже впечатляющие гламурные часы, и при этом весьма щадящий, ну, по крайней мере, сейчас ценник. Ну, гламурные в хорошем смысле слова, да? Хорошо, нет, здесь мы говорим об этом. Здесь мы абсолютно как плюс. Продолжая тему хронографов, вот эти часы, они не настолько, так скажем, эффектно и импозантно выполнены, как предыдущий хронограф, но это такая штука очень интересная для коллекционеров. Здесь внутри используется механизм, ну, так скажем, восстановленный, старый механизм хронографический, который больше не производится, это ландерон. Вот, соответственно, у него функциональность соответствует, ну, тому, как это было у стареемых ландеронов, то есть в положении 2 часа она запускает хронограф, чтобы остановить, ну, как в обычных хронографах надо еще раз здесь нажать, он не останавливается, он просто раз-раз ничего не идет. Чтобы остановить, надо нажать кнопку в положении 4 часа, и сбрасывается эта же 4-часовая кнопка. Вот, поэтому это такая уникальная функциональность, и это, в общем-то, винтажные часы, вот, в правильном каком-то обличье, то есть иногда бренд, который специализируется на винтажном стиле, он должен заходить со старыми механизмами и показывать, ну, как бы привязываться еще больше тем самым вот к этой исторической традиции, которая была. Что здесь интересного? Абсолютно классическое исполнение циферблата, то есть хронографы 1930-х годов, вот, вороненые стрелки, белый циферблат, все очень техническое, все очень простое, но при этом вот этот, вот, так скажем, корпус такой эмоциональный, вот то, что назвал Корн де Ваш, да, простит нас коровьи рожки, простит нас в Аширон, но, тем не менее, они не застолбили все-таки за собой такое название, имеем право попользоваться, я думаю, по крайней мере в обзоре, и кто, естественно, официально так часы называть не будет. Вот, ну, вот такое вот классическое винтажное переиздание, именно с историческим механизмом. Представитель еще механических часов с еще одной сложной функцией, в принципе, Куэрвы Сабринус, они не специализируются на сложных механических часах, у них механика, да, но, как правило, это автоматические простые модели. Вот хронографы мы видели, и здесь часы с индикацией поясного времени, здесь, ну, мы, так сказать, уже касались одной такой модели, здесь используется очень интересная схема, вот, с таким, с уникальным дизайном, весь из себя кубинский такой дизайн, и здесь мы находим, кстати, вот ту самую секундную стрелку, которая очень понравилась в хронографе, с огромным таким скелетным треугольником именно на этой секундной стрелке, очень легким на вид, воздушным, ну, так сказать, что вполне соответствует имиджу и, в общем-то, стилю бренда, это что-то такое легкое, воздушное, гламурное, отпуск, море, Гавана. В общем, здесь, значит, центральная зона циферблата, это 24-часовая шкала индикации времени второго часового пояса, ну, время, местное время, понятно, показывается двумя центральными часово-минутными стрелками. Дальше все в духе и в стиле Коэрвы и Сабринос. Много всяких, опять, вот этих фишечек, например, такая у меня редко сочная история, то есть, мало того, что такие вот эти вот ушки, да, в стиле вот корн-де-ваш, так еще они прикручены на винтах, я вот как-то, у меня же такое редко встречается. Ну, это, я думаю, что это такой... Тоже дань истории? Нет, это скорее не дань истории, это скорее вот дань вот этому стилю индустриальности, уникального барокко, когда какие-то вещи, они, так скажем, навязчиво сильно выпячиваются, показывая, что это часы современные, что они не чужды современным тенденциям. Ну, и опять-таки это создает какой-то уникальный стиль, замечательный. Если бы они просто припаяли эти ушки, это было бы, ну, так скажем, ну, окей, ничего особенного. А здесь мы видим эти винты. Мне еще нравится то, что GMT-стрелка, она такая очень ненавязчивая. Даже бывает, что, например, GMT-стрелка, стрелка второго-часового пояса, она отвлекает от основных стрелок. То есть она как-то с ними слишком в единой стилистике, а здесь она такая, ну, настолько незаметная. То есть если тебе нужен второй-часовый пояс, ты на нее посмотришь и сразу увидишь. А если не нужен, то она тебя и не отвлекает. Абсолютно. Продолжаем наш обзор. У нас сейчас здесь модель такая, ну, так сказать, если это швейцарские часы, должно быть что-то о часовой механике. Значит, здесь у нас часы с такой классической функцией, которая, в общем-то, ну, так скажем, одна из тех функций, которые характеризует швейцарское часовое дело. Это так называемый полный календарь с индикацией фазы Луны. Здесь четыре указателя календарных, то есть дата, день, неделя, месяц и плюс фаза Луны. Ну, в принципе, для нормального такого, для нормальных обычных часов, не принадлежащих там к разряду суперсложных, как если бы это был вечный календарь. Это такое, ну, так скажем, максимальное сочетание, что может себе позволить бренд, чтобы стоимость часов не уходила в какие-то там астрономические высоты. Поэтому, но здесь, несмотря на то, что, так скажем, часы стремятся удержаться в рамках приличий, в том, что касается цены, исполнение, в общем-то, такое богатое. То есть циферблат показывает, что часы сложные и часы навороченные. Выглядит на самом деле очень сложно. Может быть, даже немного, мне кажется, страдает, возможно, немного читаемость, да, но, наверное, это больше часы для тех, кому хочется, чтобы было максимально так вот сложно, интересно, необычно. Да, это максимальный визуальный эффект, что эти часы сложные. Здесь мы видим традиционный такой декор циферблата. Это парижские гвозди, такие миниатюрные пирамидки. Здесь они выполнены в таких темно-серых рутеневых тонах. Очень хорошо, кстати, сделано все. Циферблат мне нравится. И на самом деле, вот как ты сказал уже, с одной стороны это такой шоу-офф, то есть люди показывают, что механизм сложен, циферблат сложен, а с другой стороны вот эта вот доминирующая вот эта вот серебристо-темная такая серебристая металлическая отделка, она немножко сглаживает. И при первом взгляде получается что-то такое равномерное, то есть как бы вот эта вот сложность, она тем самым, она все-таки и маскируется. Ну, тут можно смотреть по-разному, естественно, это я рассказываю о своем восприятии. Когда мы знакомись с новой вот этой вот коллекцией, с актуальной коллекцией Куэру Сабринос, я вообще обратил внимание, что очень на высоком уровне циферблаты. То есть, потому что мы до этого были, и то, что у нас сейчас еще будет в обзоре модели, то есть очень серьезно отнеслись к циферблатам. Мне кажется, для такого ценового сегмента это на самом деле очень круто. Да-да. Ну и в подтверждение наших слов про сложные, интересные, классные циферблаты, то есть по сути трехстрелочники, да? Но какие, да? Но каковы трехстрелочники? У Куэру Сабринос вот оба варианта просто две конфетки. Да, это, так скажем, повседневные автоматические часы с минимальной функциональностью, то есть с три стрелки. Мы уже хвалили Куэру Сабринос за циферблаты, и я думаю, что можно продолжить эти отдых циферблатом, потому что, ну вот, даже три стрелки, а насколько хороши, да? Ну, в общем-то, сохраняется присущий какой-то праздничный такой эффект, когда смотришь на эти часы ни разу, никогда. Да, тут ты видишь цвет шампанского, я так понимаю. Не возникнет желания или там мысли сказать, что что-то они как-то скучноваты. Вот такого про часы Куэру Сабринос не скажешь. Здесь это, ну, в общем-то, это базовая модель, очень подходит на каждый день, особенно вот это вот, опять-таки, на тропическом браслете. Вот, очень четкий такой, ну, если, так сказать, отвлечься от его декоративных каких-то характеристик, очень читаемый циферблат, поэтому даже, ну, я так предполагаю, что даже в не очень хороших условиях, когда темновато, сумрак, я все-таки подозреваю, что время по этим часам определить можно. Да, здесь, опять-таки, набор читаемости очень хорошая. Читаемость очень хорошая, вот мой экземпляр у меня в руках, он с белым циферблатом, экземпляр на твоей руке. Это такой, я бы сказал, немножко цвета такого патинированного желтого золота, ну, что-то такое. У меня, по крайней мере, ну, или шампанское, окей, если ты хочешь. Для Гаваны, наверное, бокал шампанского будет самое то. Вот, опять-таки, все полированное, все блестит, никогда не соскучишься. И, в общем-то, просто такие элегантные, достаточно тонкие и достаточно удобные и приятные в ношении часы. Как я могу себе это представить? Автоматические механизмы. И при этом, хочется сказать, что вот много вот этих фишечек, про которые мы уже сказали, да, то есть, ну, там, циферблат, все эти уши, метки и так далее и тому подобное. Но, вот даже, например, вещь, на которой можно было бы сэкономить, вот бабочка сзади, она и то такая вот, она, во-первых, выглядит очень даже хорошо, все такая обработанная, симпатичная. Кроме того, она тоже и у других моделей, кстати, с какими-то своими фишечками. То есть, она вот здесь вот с такими вот какими-то рожками, да, то есть, вот фирменным как раз вот таком вот стиле, куэрво-сабриновском, такая вот кнопка, то есть, спрятанная. Вот, очень-очень удобная, при этом по-своему, то есть, даже бабочка ни на кого не похожа. То есть, имеет свое лицо, свою какую-то вот атмосферу, свою фишку. И мне кажется, что это очень круто, да, компания не экономит, да, на таких вещах, а что-то делают, ремни тоже такие вот, все какие-то, такие под винтаж. И, кстати, вот в этой модели здесь интересно, тоже реализована задняя крышка, то есть, здесь у нас такая золотая, не знаю, как сказать, такая монетка еще, да, по центру. Ну, это такой медальончик, в общем, эти часы были выпущены к 135-летию бренда, и вот для них в сапфировом окне задней крышки корпуса сделали вот такую вот специальную фишку, которую, ну, чтобы подчеркнуть вот это вот, здесь тоже самое, да, здесь имеется аналогичная штука, украшающая часы. И, в общем-то, это, ну, так скажем, это вещь для, только для владельца часов, когда часы надеты на руку, ты, в общем-то, ну, я не знаю, можно ли ощутить непосредственно кожеприкосновение вот этого вот медальчика. Я, кстати, примерил, она абсолютно не мешает. Но об этом знаешь только ты, и это прекрасно, когда в часах есть какие-то такие спрятанные штуки, которые только для владельца часов. То есть это та самая сигара, которая лежит у тебя в ящике, в шкатулке, в хумидоре, и, в общем-то, выкуришь ее ты сам, ни с кем не деляйся. Друзья, завершая этот ролик, хочется сказать про очень интересную фишку важную, которая сопутствует часам, скажем так, Куэрву Сабрину. То есть еще, на самом деле, почему? Это очень классный подарок тому, кто любит сигары. Потому что все часы поставляют, мы обычно, кстати, не делаем в наших роликах здесь анбоксингов, но сейчас сделаем, потому что это не просто анбоксинг. То есть мы открываем коробку, и мы видим, что это не просто шкатулка для часов, да, то есть это еще... То есть, ну, во-первых, она очень красивая, во-вторых, она, это, по сути, химидор. То есть это специальная коробка, шкатулка для хранения сигар. То есть сейчас я... Но вы покупаете часы в этой... То есть здесь вот хранятся часы, вы их покупаете, эту историю вытаскиваете, здесь такие ставятся специальные штучки, вот, и здесь уже можно хранить сигары, и они будут... Вот вся необходимая элементная база имеется. Да, все для этого имеется, но... А куда девать часы-то? И даже это еще не все. Они предусмотрели, вы вытащили часы из шкатулки, и надо их куда-то деть, и поэтому вместе с каждыми часами идет вот такая вот классная кожаная штуковина, когда это не просто, так скажем, футляр для часов. Здесь, если вскрыть вот это дело, вы увидите вот такую штуку, сюда вставляются часы, и ее можно использовать не как шкатулку, а как шкатулку-автозаводилку. Да, то есть такой... Ну, то, что называется вайндер. Вайндер, да, то есть такой получается travel box-вайндер. Шкатулка для автоподзавода, так что обычно они выглядят как шкатулки, а в данном случае такой переносной футляр с функцией подзавода. Мне кажется, это очень крутая вещь, очень интересная. Я советую вам, если вы не покупали часы, начать это делать, делать это как можно чаще, делать это для себя, для других, потому что часы точно положительно влияют на здоровье. Так что приходите в All Time, примеряйте часы, Куэрва, Сабринус и другие тоже, но я думаю, надеюсь, что после этого обзора вы точно придёте в первую очередь, чтобы примерить эти прекрасные гаванские часы. Спасибо за внимание. Ставьте лайк. Ставьте лайк. Мы, конечно же, ставим лайк марки Куэрва Сабринус. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok